Полный цикл терапевтической помощи получают казахстанцы в инсультном центре Астаны. Он работает два года, но врачам уже есть чем гордиться. За это время они поставили на ноги не одну сотню больных, перенесших инсульт, и научили их снова жить полноценной жизнью. Один день работы центра глазами моей коллеги Юлии Земляновой. Сегодня в Казахстане мозговые инсульты занимают третье место по частоте, уступая лишь инфарктам и онкологическим болезням. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от инсультов страдает около 19 миллионов человек. Если пациент не получает помощи, в первые часы растет риск тяжелой инвалидности. При первых же тревожных симптомах необходимо обратиться к врачам. Если вы вдруг проснулись утром, посмотрели в зеркало и видите, что у вас угол рта опущен, значит это есть первые признаки инсульта. Если вы чувствуете какое-то анемение в какой-то половине тела, будь то правое или левое, чувствуете слабость, с утра проснулись, не можете взять зубную щетку в руки, значит у вас первые признаки инсульта. В столичном инсультном центре пациентами занимается специальная команда специалистов. Невропатолог, реабилитолог, физиотерапевт, инструктор лечебной физкультуры, психоневролог и кардиолог. Комплексный подход позволяет вернуть к полноценной жизни людей, которые до сих пор считали безнадежными. Мы выхаживаем. Вот буквально вчера недавно мы выписали пациента, который у нас два месяца находился на реабилитации. Мы научили его глотать, мы научили его самостоятельно дышать. Пациент в сознании начал разговаривать и попытки вставать, самостоятельно садиться. Это уже большое достижение. Открытие инсультных центров – одна из приоритетных задач отечественного здравоохранения. Такие клиники будут открыты в каждом регионе и в каждом крупном населенном центре. Сама организация инсультных центров должна быть связана с тем, чтобы была более доступна эта помощь. Есть определенные нормативы. На 250 тысяч населения должен быть один инсультный центр. Это связано со временем доезда до стационара и оказания такой помощи в компактном регионе. В ближайшем будущем столичная клиника будет внедрять еще одно направление – интервенционную рентгенхирургию. Это позволит выявлять и предупреждать все виды инсультов на самой ранней стадии.